Успокойся, шояль! И я нахожусь на своём твинке. Сегодня, ребята, будет открытие сундуков. Наконец-то я сделаю лучше, намного лучше свою колоду. И я был удивлён. У меня очень крутой сундук. Прям очень. Здесь три карты в этом сундуке из моей колоды. Очень жалко, что вот только Инферно здесь редкая карта, а не гигант. Если был бы гигант, пацаны, это, наверное, ну на все 50 тысяч гемов бы делал открытие, потому что... Не, ну может не на все, на половину бы точно. Ну, блин, Спарки как-никак. Её очень трудно будет прокачать, это Лего. И мне так повезло, что именно Лего выпала. Именно, во-первых, Лего выпала, а во-вторых, именно та Лего, которая мне нужна. Короче, значит, что я сегодня хочу? Я хочу, во-первых, Спарки однозначно выбить и на второй уровень её прокачать. Хочу шарик как минимум на шестой, на седьмой вряд ли, но там посмотрим, как пойдёт. Разбойников. Ну, я не знаю, ребят. Разбойников, ну, буду крутить, ну, до 10-го, до 11-го. Хоть одна комонка у меня будет фул-то. Ну, ой, фул-то. Хорошо прокачано. После этого пойдём сыграем в Глобал, посмотрим, что получится. В принципе, я готов. Если вам нравится открытие сундуков на моём твинке, обязательно поставь лайк. Гоу, соберём 10 тысяч лайков. Я всегда на всех роликах прошу 5к лайков и новый ролик. В этом я хочу попросить 10. Пожалуйста, я думаю, что с нашими просмотрами и с нашей армией 10 тысяч лайков это вполне возможно. Буду очень вам признателен. Спасибо за 10 тысяч лайков, если мы их соберём, конечно, хотя я в вас верю. Ну и проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если не были подписаны, прямо сейчас нажмите на подписочку. Всё, ребят, я готов. Поехали. Следующий ролик уже на этом аккаунте будет, где я апаю 3400. Я мог бы и сейчас взять 3400. Вот я сегодня планировал реально 3400 брать, но так получилось, что можно сделать открытие сундуков. Поэтому сделаем открытие сундуков, а следующий ролик я уже апелю на 3400. Вы готовы? Я, например, да. Поехали, друзья. Итак, 1600 золота. Е-е-е. Сразу разбойники. Так, адская башня. Очень рассчитываю, что вдруг, если будет неудача по редким картам, что повезёт и выпадет гигант. Что, конечно, очень маленький процент. Да, ну, удача опять. Инферно. Блин, жалко, конечно, что редкие карты в никуда уходят. Так, пока всё хорошо. Шанс выпадения легендарки сундука Фортуны. Вроде, как мне говорили, один из восьми. То есть, в одном из восьми сундуков будет 100% Лего. Ну и, надеюсь, естественно, с парки это будет. Итак, шарик уже скоро будет шестого уровня. Блин, ну это, конечно, мощно. Если бы я его на седьмой поднял, ну это слишком, это слишком будет. О, блин, с дротиками. Ну ладно. Так, и шарик. Кстати, скоро будет изменение баланса. Я не стал об этом отдельный ролик пилить. Я себе в группе запостил сообщение. Вы можете подписаться на мой паблик, на мой ВК, так как я там публикую разные новости. И делаю разные опросы, какую колоду, например, прокачивать. Это может быть полезно для вас. Возможно, вы бы хотели смотреть какую-то колоду на постоянном обзоре у меня. Поэтому обязательно добавьтесь ко мне в друзья ВК и подпишитесь на мой паблик. Ссылочки вы найдете в описании. По изменению баланса. Короче, принцев немножко хотят ухудшить. Там разгон у них будет другой. Другой варварскую бочку бафают на 17% вроде как. И, пацаны, лего. Да, просто замечательно. Так, теперь мне осталось сделать хороший скриншот. Так, ну вот это неплохой скриншот. И открываем. Давай сюда, спарки, на второй уровень. Это же удача. Это же удача, пацаны. Спарки второго левела. Прекрасно. Так, поехали дальше. Что там еще по изменению баланса? Что-то с мега-рыцарем, с тараном еще делают. Я так и не понял, что. Ну, я особо просто не вникал в это. Я так, посмотрел поверхностно информацию. Вот, и все. И типа, ну окей. Ничего такого особенного, но в целом изменение баланса это всегда интересно. А, орду мухи и миньонов тоже фиксят. Там, не знаю, что. Я просто забыл. Я читал, но я забыл, что там им фиксят. Но, по-моему, там что-то высадка какая-то будет медленнее. Ну, короче, ребят, вы знаете вот эти фишки. Всякие проценты и цифры я не люблю. Я люблю на практике уже поиграть и потом понять. Так, ребят, смотрите, чтобы более-менее сейчас осознавать, сколько еще открыть нам сундучков, давайте прокачаем разбойников на максимум, сколько мы сможем с вами прокачать. Так, до девятого, до десятого. Ага. Шарик до шестого. Прекрасно. Спарки до второго. Так, так, так. Слушайте, ну... Опа, восьмой уровень. Турниры доступны. Ура! Мы теперь сможем гранды катать. Слушайте, прокачать шарик до седьмого, а... разбойников до одиннадцатого. Или не стоит. Просто, понимаете, можно будет как-нибудь выловить шарик вместе, там, допустим, со стрелами, которые тоже надо прокачать запом, например. Можно, знаете, что сделать? Давайте на четыре тысячи гемов пооткрываем сундуки с молнией, чтобы те карты, которые нам нужны сейчас подфармить. О, стрелы пойдет. Давайте здесь гиганта ищем. Вот. Гемов у нас достаточно, поэтому можно немножечко потратиться. Если вдруг не хватит гемов, естественно, будем закидывать. Ну, конечно, вот... Блин, мне после того, как дохрена вливаешь в аккаунт, как-то после этого разыгрывать, блин, аккаунты, ну, как-то, блин, не то чтобы жалко, но вот как бы хотелось бы побольше, что ли, активности на конкурсах. Не знаю. Ну, я уже сказал, что его разыграю, поэтому я заднюю не даю. Вы не думайте, что я аккаунт не зажал, себе его не оставлю, хотя... Хе-хе-хе. Не, я себе не оставлю, не переживайте. Если кто смотрит и прям хочет поучаствовать в конкурсе, я однозначно этот аккаунт разыграю. Если я вдруг передумаю разыгрывать аккаунты, это я буду в начале там сезона говорить, что я не уверен, что этот аккаунт разыграю или еще что-то. Но с этим аккаунтом уже я судьбу определил однозначно. Я его среди вас разыграю и отдам кому-то из вас. Отлично, смотрите, тут гиганты пошли к нам. Нам надо зап хотя бы до седьмого. Так, поздно. Ну, эпики, ладно. Так, плиз, банда пойдет. Мушкет и гик. Так вот, если хотите этот аккаунт получить и заранее выполнить условия конкурса, вы можете прям сейчас добавиться ко мне в друзья вконтакте, подписаться на канал, потому что это 100% эти условия будут в конкурсе. Блин, зачем я рарки кручу? О, разбойники. Слушайте, ну разбойников можно 11 уровень дофармить. Так, еще, 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 еще. Так, теперь знаете, что нужно определиться? Нужно определиться с этим. Так. Сейчас скажу с чем. Сейчас я карты прокручу. С тем, что я возьму вместо банды гоблинов. Хотя банду гоблинов мы тоже можем прокачать на 8 уровень, но это пока слабо. Взять дровосека или взять ведьму? Я думаю, что взять ведьму. Все-таки ведьма сплэш, да? Или же нет, или же... Просто так дорого получается. 4-1 эликсира. Вот. Мне кажется, что дровосек был бы получше. Но тогда нету сплэш-юнитов серьезных. Да, ведьма останется. Ведьма останется. Ладно, поехали. Последний сундук, наверное, и погнали проверим, что мы тут навыбивали, что мы тут напрокачивали, что теперь я буду делать в глобале. Но я уверен, что я теперь буду, естественно, выше сидеть. Ну все. Оставим, да? Или давайте... Давайте, окей, еще. Я прям не могу остановиться. Знаете, такая наркомания, блин. В зависимости от сундуков. Не могу остановиться просто. Азартная вещь, открытие. Так. Слушайте, банду гоблинов таки прокачаем. Но восьмой уровень банда это слабо. Зап! Блин, летучие мышки были. Ладно, стрелы оставляем. Че зап не падает? Зап хуже всего прокачан. Так, еще раз. Еще один сундук. Все, это точно последний. Так, эм... Ну дай зап, ну по-братски. Ну дай зап, ну. Так какие варвары, ну. Да ну какой... Нет, еще хочу. Еще. Так. Ой, отлично. Гигант выпал. Даже прокручивать не надо. Так. Ну зап, ну, милейн. Хотя бы на седьмой уровень зап прокачать. Летучие мышки. Отлично. На девятый пойдут. Ну давайте голема прокрутим. Армия скелетов. Не, да, еще. До сорока тысяч гемов можно, в принципе, покрутить. Так, а вдруг сейчас лего... Оу, да, все отлично. Так, рарки, рарки, рарки. Нам гигант нужен. Гигант, давайте гиганта. Так. Да, в принципе... Ну давайте, окей. Хотя стоп. Зачем нам сейчас крутить этот, если мы можем один сундук фортуны еще открыть? А вдруг лего выпадет, а? Так, разбойники. Слушайте, а может уже разбойников дофармите до 11 уровня? Че думаете? Тут осталось совсем немножко. А давайте. А давайте дофармим. Я знаю, что я буду перекачанным говнюком. Но и что? Они тоже перекачаны говнюки у меня. Против меня. Так. Я уверен, что сейчас еще одна спарки выпадет. Поэтому заранее... Заранее вам говорю, что сейчас будут спарки, скорее всего, опять. Потому что... Не знаю, сколько мы сундуков открыли, но вот скоро должна выпасть. Хотя, может, и не хватит. А, все. Нет, спарки не выпадет. Окей. Смотрите, как мы четко сегодня прокачали колоду. Гиганта вот жалко. Слушайте, блин. Я не могу... Не, ладно. В следующем выпуске. Я думаю, гигант еще нам выпадет. Все. Все, братва. Поехали. Сейчас просто буду наказывать. Смотрите. Надеюсь. Лишь бы мне не подобрался какой-то супер перекачанный игрок. Мне кажется, вебку нужно чуть-чуть подвинуть, чтобы я был в центре этого. Так. Десятый уровень. Ну, погнали, братан. Гигант шестого уровня. Ну, не, после пятого я однозначно буду чувствовать себя немножко комфортней. Так. Угу. Ну, без дровосека, конечно, на самом деле, такое себе. Ладно. Ставим ведьму. Так. Теперь стрелы убивают миньонов. Какая-то прелесть просто. Мега-муха. Ладно. Так. Давайте здесь разбойников кинем. Хотя. Не надо было этого делать. Ооо. Да. Стрелы не убивают моих лучниц. Господи. Какой это кайф. Отлично. Поехали. Он стрелы потратил. Я сомневаюсь, что у него там зап есть. Хотя, может быть, и есть. Но. Так. Оп. Отлично. Да не. Ну, прокачка теперь тянет меня. Однозначно. Это чувствуется. Прокачка чувствуется. Шестой уровень. Шар, смотрите. Ну, наконец-то. Наконец-то, блин. Я прокачал аккаунт. А то, блин, пыжился с этим пятым гигантом, пятым запом, четвертым шариком. И думал, блин, что не так? Я скоро эту игру реально удалю. Но нет. Когда вот так вот получается играть. Когда у тебя прокачка хорошая. Аж хочется играть, пацаны. Ну, я получаю удовольствие сейчас. А победитель, который выиграет этот аккаунт, получит удовольствие потом. С фулл прокачкой. Я его прокачаю до фула. И, кстати, ребята. В прошлом конкурсе, типа, было одно призовое место. Мне немножко было обидно. Участников было очень много. А призовое место одно. То есть, выиграл только один челик. Я в этом конкурсе, в следующем, точнее, не в этом, а в следующем, который будет, точнее, на этот аккаунт, розыгрыш, я сделаю несколько призовых мест. Я сделаю несколько розыгрышей аккаунта, возможно, гемы еще. Ну, короче, о конкурсе мы поговорим потом уже. Я не понимаю, зачем он дефит? Если 100 хп, я и так добью. Ладно, пойдем сейчас на 3... Нет, не пойдем мы на 3 короны. Ведьму ставим. Вот. Поэтому я, не знаю, может, 5 призовых мест сделаю. Может, 6, может, 10. Может, 3. Я не знаю. Вот. Поэтому загадывать пока не будем. Че, кладбище будет? Да, будет кладбище. Окей, в принципе, я могу позволить себе пока не дефаться, так как там могу кинуть просто так вот стрелы. Оп, и все, и задефал, в принципе. Ну, это шикарно, пацаны. Вот чувствуется прокачка сразу. Вроде бы колода особо не изменилась. На пару уровней карты поднял. И все. И у соперника рвет крышу. Хотя у меня соперник подобрался со слабой прокачкой. Так, ну что. О, еще и фриз. Так, летучие мышки. Ну да, летучие мыши тоже чувствуется, что теперь стали прокачаны. Так, смотрите, мы сейчас попробуем забрать у него 3 короны за 10 секунд. Давайте попробуем. Ну, если инферно поставит, конечно, то это плохо будет. Ну, а так я вообще должен... Не, не успею. Да, инферно поставил. Да даже если бы не поставил, мне кажется, я бы не успел. Ну, не важно. Мы победили. Короче, пацаны, онлайн-катки будут в следующем ролике. Я ап на 3400. И мы продолжим дальше. На 3800 идти. Теперь реально у меня получится подняться выше. 3400 100% до 3800. Ну, не знаю, может быть. Может быть, шестой шарик, как-никак. Хотя, хочется, знаете, хочется его до седьмого прокачать. Но рано, рано еще. Не будем делать гибридную деку, что одни карты перекачаны, другие прям как гигант где-то там на дне. Будем прокачивать все по очереди. Теперь ждем гиганта и ждем стрел с запом. Все, ребят. На этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи. Хорошего настроения. Нажимайте на колокольчик. Жду вас на стримах. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok